Отец Аким был здесь, и они там в Потеряевке назначили отметить 30-летие восстановления Потеряевки Мамонтского района Алтайского края, села Православная, на 30 мая, когда подсохнет, чтобы проехать можно было. И он говорит, надо какое-то сделать, как раньше делал Волобоев у нас, буклет называется, там фотографии такие, сейчас я, может быть, даже найду его, покажу. Где-то он был у меня здесь, наверное, нету здесь рядом. Ну, понятно, там разные фотографии и надписи, ну, небольшой, вот такой вот был, хороший такой. И, ну, давай выбирать, у меня 24 тысячи фотографий, даже намного больше там, видимо, 1026. Вот, и выбирать сколько, ну, хотя бы штук 50. Когда он уехал, батюшка, отобрали, вот эту, вот эту, вот эту, вот эту, ну, и набрали, ну, и все, хватит это. Что вот в таком формате, я думал, формат листа А4 бумага сделать вот так вот, но сделано было намного лучше. Я буду все считать, но перед этим спрошу, как ты узнал про то, что такое замысел? На нее поверни. Батюшка сказал. Что он тебе сказал? Что надо сделать такой альбом. А почему он к тебе обратился? Нет, вы мне первый сказали. Ага, первый. И что я вам фотографии дал? Откуда вы узнали про фотографии и про надписи? Вы уже с Вячеславом договорились. Точно. У меня ушло на это несколько дней. Пока промолотил, нужное взял, перепроверил. Теперь сделать надписи, перепроверить ошибок, чтобы не было. А потом, как у вас разговор пошел с Вячеславом Семеновым из Казани? Вячеслав говорит, у меня точно на это времени не будет, поэтому сами. Но он мне помог, он программу. Кто вот эти буквы делал? Кто распределял фотографии? Вот первую страницу он сделал. Вот эту первую он сделал, да? А дальше кто делал? А дальше уже я. А в стихотворение кто ставил? Он тоже вам скинул. Но стихотворение-то... Мои стихотворения, если можно так назвать, проповедь в стихах я называю. И они поминаются о деревне. Что интересно. Это все наше потеряевское. И мы думаем сейчас так. Я буду переходить за каждым листом туда, чтобы считать надписи. А вы будете отсюда снимать. Или мне его сюда перетянуть, считать на место. Не ходить, чтобы я буду вот так вот перетягивать и все. Давайте так. Короче, сказать, я буду вот так вот держать. И перетаскивать. Вы можете там направлять. Сейчас, подождите. Это далеко заходит. Как же сделать-то? Вот так вот. Хорошо видно? Хорошо. Тогда я вот до этого буду доносить. Вот эту вот до сих пор. И все. А тут Витя Петеримов. Это он бежит. А это с юга у меня были. Это сестренка. Племянница, сказать. Но это я. Видишь, идут как хорошо. Вот сапоги есть вот. Казашка. И вот это вот вам в надписи видно будет? Нет? Хорошо. Приступаем. И получилось не 50, не 60 фотографий, а 174. И вот на первой. Это идет уборка сена. Павел хозяин стоит. Его лошадка была. Не знаю, Зорька или как. Нет. Ну, как-то так. И вот собирали. Это Елена Сокольская. Тут видно, можно кое-кого узнать. Православная деревня Потеряевка. Без ошибок. Во свете Библии. Это я иду с посохом. Это первый дом Потеряевки. Березовый лес. Фотографии и стихии. А это Устинова. Ирина со своей дочерью. Я так понял. Это дочь ее. Анфиса, по-моему. А вот видите, какие сделаны. Это слюда такая. Во. Видно, нет? Да. Вот. Теперь смотрим сюда. Первое. Поезда вон идет. Вот мы только что с разъезда идем. Видите, хорошо он сфотографировал. Волобуев сфотографировал. Александр Павлович. Он потерялся в Москву. Ездил на... Завоевал какое-то место. И исчез. Считает, что убили его. И все. И вот здесь где-то. К истине один народу. Наши ресурсы. В Ютубе. Во свете Библии. Открытым оком. Лучше всего по скайпу заходить. Зарядить Игнатий Лапкин. По-русски. Или Игнатий 10. По-славянски. По-славянски. Ну и вот первое. Что? Занятие в уголовном розыске Игнатий Лапкин и Динго. Исключительно умная собака была. Вот она, щенок еще была. Выполняла все команды. Первая литургия на территории бывшей Потеряевки в лесу. Отец Наум Израилевич. Вот он. Это мой крестник. Ну и дальше. Стихотворение как бы написанное. Я не знаю, как его считать. В доме большом и сосудов немало. Корчаги, свиномы, красивые вазы. Что делать? Но жизнь, извините, и скалам. Без них нам ни шагу. Иные же праздны. Празны, то есть свободны. И в церкви Христовой, где тьма поселенцев, где разные возрастом, званием и чином, иные сосуды в бездействии, плесень, покрыла внутри и такая начинка. Каким же сосудом назначен был я? Как выполнить роль и свое назначение? Стоять при дверях, где при входе пылят. Запомнюсь входящим хоть чем-то. И как обожжен я по тюрьмам и в ссылке, берег ли себя для себя, жил брезгливо. В подвале ли гнил на холщовой подстилке, в монашеской рясе коптил паразитом. В почетных и низких сосудах нужда. И тот, и другой у гостей на примете. Иной прокопчен, не очистит наждак. И столько на нем от ударов отметен. Быть нужным и с нежностью ближним служить. Омыть уроженец и слабые ноги. Нигде не припрятать под правдой лжи. С себя, чтобы качество взыскивать строго. Походкою, походную фляжкою быть при царе. А травой не дать ей наполниться страшной. Сонливым, ненужным, в углу не сопреть. Другим, других не запачкать, чтоб задницы в саже. С утра до рассвета молюсь Егове Использовать дух мой по полной программе. А смертью всесчастна, со страхом, чтоб помнить, Застав-то не быть оголенным и в сырами. Всю жизнь провозился с зельмом при больных. При операциях был ли любимым? Служил и врагом. Слез доверху для них. Служил и врагами. Слез доверху для них. Они же меня при конце и разбили. 27 августа 2005 года. Игнатий Лапкин. Мне считать отсюда трудно. Я попробую переходить. Вот. Теперь дальше смотрим. Это по потеряне идут. Виктор Николаевич Савченко И Владимир Александрович Пащенко. Какой снимок отличный. А это дети лагерь. Некоторые боятся ходить. Это ходули. Я им даю в руки две ходулины. И они идут. И учатся ходить. В течение одного дня научатся ходить. Вестибулярная пара, чтоб работал. Это пыль сзади. Моя сестра Валентина Тихоновна. По Потеряевке едет. А это первый домик. Теперь наш называется Подтополем. Деревня Потеряевка. К слову сказать, одна деревня Потеряевка своему повторному появлению на карте района обязана братьям Лапкиным. Ровно 20 лет назад их родители в числе последних покинули Потеряевку. С тех пор братья почти ежедневно приезжали сюда в отпуск. Жили в палатках и мечтали возродить родное село. Когда добивались возвращения Потеряевки статуса села, пришлось потоптать ковры и в Белом доме в Москве. Дело решилось. Лапкины необычные переселенцы. К родным местам стремились верующие люди, поддерживающие контакт с Русской Православной Церковью в США и Канаде. И хорошо известная в России. С нынешним головой администрацией района Петром Метелевым они нашли общий язык. За лето потеряются и поставили шесть домов из Самана. Одни из земляных пластов. Один. Кирпич купили только на печи. Выкопали колодцы и погреба, ставили сараи. Завели корову, лошадей, овец, кирпичом обложили и стены храма, в которые будет и школа. Недавно получили телеграмму из Минска. Американцы купили им трактор. Правда, где он сейчас и когда поступит, неизвестно. То есть не пришел. Метелев обещал помочь им приобрести комбайн. Останется купить грузовик и гусеничный трактор. Очень нужна вся эта техника. Ведь заниматься взяли земледелием. А еще хотят почистить пруды и развести рыбу. Одна семья думает обзавестись пасекой. Обратите внимание. Делают то, что вдумались и скрипачевцы. Новое село там хотели восстановить. Но не конфликтует же с властями. Собрались в Потеряевке в основном родственники, да хорошие знакомые, единоверцы. Их усилиями обретает надежду потерянная 20 лет назад деревня Потеряевка. Шипулин, Алтайская правда, это губернская газета. 21 апреля 1992 года, Мамонтовский район. Вот. И дальше что? Ну, вот это первый тут саманный домик. Под полуземлянка. А это у меня балерина называется. Трехэтажная. Балерина. Башня летняя резиденция Игнатия Начальника. Это отец таким овечек пасет. А это закат видел. Зима. Бумага какая твердая. Вот. Ну, это Галендухин Владимир был. Для Любы Минаева помогаем сено убрать тележкой. А это дальше поле пшеницы Барабаша. Сергей Павлович Купков коров доит, а другая корова сзади стоит. А это Николай Валентинович Пальгуев помогает Игорю Барабашу, Игорю Александровичу, строить гараж для нового трактора. Это мой снимок. Счет был, где, не знаю, сняли. А это после бракососчитания Андрея и Дарьи Головач. Ну, тут надо рассматривать всех. Кто тут, где, как, не буду говорить. Потеряевские. Кто-то из гостей приехал. Это вот его, видно, отец. Тут где-то рядом мать должна быть. Это вот Дарья, а это вот Андрей. Ну, и тут все понятно. Это вот мама этой Дарьи. Елена Гладыщук. А вот она, наверное, вот она, мама стоит, Дарь. Похоже, отец и мать с разных сторон. Ну, вот так. Вот Надежда Васильевна. Теперь посмотрим дальше. Не очень-то получается у меня листать, чтобы... Это вот Южный пруд, КТФНский назывался. Там была лужа одна. Иногда сухо было, иногда сантиметров 10. Ну, вот, несколько лет я загонялся в трактор. И вот все, он содрал верхний слой. И здесь, ну, еще там наполнило водою. Это вот шалаш на 30 человек. Там можно заниматься было, спать. Но спать я не решился давать. Это Галя Загуляева. Это ребятишки где. А это Галяные ребятишки. Там отсюда-то фотографировали. Наверное, да. Там окно у меня здесь. А это комиссия Белорус-Потребнадзор. В этот самый шалаш пришли. Это тут полиция, милиция. А это, похоже, батюшкин дом. Нет, это церковь. Снаружи, видать. Видишь? Плохо видно тут, где купол. Вот, видимо, здесь вот идет. Ну, понравилось, что именно так. Подготовка ко святому крещению по святой Библии и канонам церковным. Вот как идет. Что это? Вот она. По одному сходят в воду с полным троекратным погружением. Просчитаю поближе сюда. В деревне. Стихи, где слово деревня есть. Не нарадуясь, трудясь. Как славно отдыхать вдали от шума. Жизнь сельская важнее отродясь. Жить неворованным здесь сможет только умный. С утра до вечера труды твои занятия находят подтверждение в Божьем слове. Земля и скот тебя проставят знатным. Как слышал молоко на языке коровьем. Ты должен все уметь и сам построить. Засеять, сохранить, продать и развести. Дворец себе, конюшень и коровник. Так жили деды, прадеды, отцы. Колодец, туалет, пути, ограды. И баню сам в поту соленым умываясь. Здесь не до карт. Везде такие траты. Сынишка рядом учится с измальством. Готовить ову, шубу, полотно. И прясть, и ткать предметы к ним сготовить. Такое... Твое умение не пришло само. Достаток на участок вдовий. Как хорошо жилось всегда в деревне, Когда нас морщика, помещика не знали. Все перепутал змей, багряный древний. Тот против нас сегодня, кто не с нами. Так и толп пошло. Поехало все юзом. Пока не опрокинулось кювет. Нет блудницы Советского Союза. ЦК КПСС как будто тоже нет. Но жизни нет достойное оправдание. В деревне все не пьют, а запились. Пищать отверженности. Терпим наказание. За Бога отступничество. Ну что это за жизнь? Пытались звать мы ко Христу прохожих. Ходили по дворам, по домам. И звали на занятия. Но отговорки прежние все тоже. Поля, валы и недосуг женатым. 9 сентября 2003 года. Игнатий Лапкин. Какие краски. Ну и вот что здесь. У батюшки во дворе. Это батюшкин дом. Вот он идет здесь. А это вот Иван Ермоленко. На Андреевой Лизе женился, который. Это я. Гуся там тут есть дают. Это кажется Игорь. Это Надежда Васильевна едет. А за ней Лена Сокольская. Как широко шагает. Здесь подходим мы ко Христу, к Евангелию. Это Библия лежит. Это я, Сергей. Ну и дальше. Это Женя Ильичук. Батюшка Андреев, Стина. Это Терентий, видно, подходит. Это Люба Минаева около дома выкашивает траву. Без надписи. Молитва в лагере станет с детьми по любому поводу. То есть мы разбираем, как дети себя ведут три или четыре раза в день. Вот он, лагерь стан. Ну, это не все захватило. А там эта труба, вот это вот пекарня, хлеб, две русские пищи. Видишь, я печник. Это вот аналой, где молитвы идут. Где колокол бьет. А это у Любы внучка, видно, и к ней Степа подошел. Видишь, как глядит. Кто-то сфотографировал, как. Застеснялся. А это околохрам. Вот он, Волобуев потерянный, Александр Павлович. Это Евгений Янщук, диакон. Это батюшка, отец Аким. Это я. Ну, тут люди стоят. А это как раз съезжать с трассы, с трассы Барново-Мамонтово, который. Потеряевка 12, а тут 16 надо. Ошибка. Ну, а это Калинников Виталий. Это где-то мы тут. О! Видно, недалеко от этого. Сергей Семенов. Где это? Сергей Семенов, по-моему. Я не пойму, там вот эти вот палочки-то стоят. Это что? Это не там, где костер. Да, примерно так. Это Наталья Усатая, Сергей Семенов. А, вон какие люди-то у нас. Это 19-й год, мое крещение. Правильно. Вот. С горки на Сибирске, в Сибирские морозы особая радость. Батюшка веселый и нехмельной. Вот он, катится вниз. Дальше. Фото вне конкурса. Наталья Приходько и Зинаида Москова с Игорем Барабаш. Вот представь себе, какая красота. Гитара с двух сторон одинаковая. Улыбки все. Потеряевка какая. Сколько сел погублено? Пятьсот. Где-то я насчитал. Пятьдесят одна тысяча. Пятьдесят одна тысяча. Ну, а теперь надо посчитать, что тут написано. Душой рвусь в деревню, где родился. На лоне у природы свободным отдохнуть. Там к детству часто возвращают мысли. С тятий пастухом там плел пастуший кнут. Проходят дни. И до чего же он длинный? Бражу в степи проходит день. И до чего же он длинный? Бражу в степи. Бражу в степи. Копаю ли колодчик? Лога, околки, милая. Все чудные картины. И удивиться нечему. Чего уж проще. И даже здесь в глуши случались встречи. С такими же людьми, следящими за нами. Беседую о Боге. Тот разговор помечен. Клубнику здесь брала когда-то наша мама. Не буду я считать. Я не вижу и голоса нет. Сделай так, чтобы крупно было и видно. Медленно-медленно проводи вниз, чтобы просчитать можно было. Это 12 июня 2009 года. Скажите, готово? Да. Готово. Два раза. Теперь снова. Вот это вот колодчик. Ну ладно, другое. Это вот я показываю флаг. Российский. Лучший в мире флаг за всю историю человечества. Почему? Все рождаются в крови. Кровь. Дальше. Всем нужно думать о небе. О небе. Великий белый престол. Определенная и четкая. А это пекарня. Там скотина идет. Это вышка. Малая. Называется Вавилонская башня. А это идут. Лучший флаг в мире. Красный свет. Бытие. 4.11. Синий. Число 4.5. И белое откровение. 20 глава 11 стих. Вон как. Тут, оказывается, написано. А это крестный ход. Идут. Наверное, скрещение. Не видно домов. Так как определить. А это крестный ход. И остановились на складе. Первый склад у Игоря. Икона Анфима Никомедийского. А это Еремия стоит. Батюшка. А это колодец. Около пруда Симаковского. Сейчас его наразолило. Мы решили поднять воду. И разлилось. Намного больше стало. Молитва с воздьянем рук при уходе от костра. Вот мы молимся. А цвет там. А луна идет какая. И снимок этот кто сделал. Я не знаю. Видишь как. Ну а здесь считать будет. Ну кто пожелает. Просчитает. А остальное просто так. Показывать буду. Это я в армии. 1961 год. Это я уже после флота. Вот это вначале взяли во флот. А это образовали только в 62 году. Кажется в 61 ракетные войска. Их не было. Только образовали. Поэтому везде набирали людей. Кто больше 10 классов. А у меня строительный техникум. Это вот моя мама стоит. Это в Латвии. Город Венспилс. Карла Розенберга. 18-4. А это впервые я получил в их доме Евангелие. Там обратился к Богу. Это Еремеев Михаил Александрович. И Анна Матвеевна. Еремеева и Лапкина Игнатия с мамой. А это лошадка была. Ее купили. Она Зина звать. Зина. Человеческое имя нельзя. Я перевел Зира. А Зира по-английски 0. 0. Вот сколько их сидит. Посчитай. 1, 2, 3, 4, 5. Ну, наверное, 6 или 7. Вот. А это Виктор Николаевич. То ли на молитве или что. Это каркас. Палатки военные мне дали здесь. Генерал-полковник. Это самый Пинков. Но еще не успели надеть даже. И вот люди стоят. Вот они, видишь, как заглядывают. Это новенькие пришли. Лагерь. Дальше. Трапеза в лагере станет до начала восстановления Потеряевки. Ну, то есть, это где-то 91-го. Это, ну, может быть, в 89-м году. Вот. Тут люди разные. Это стол такой, доски были. Все под открытым небом. И спали в шалашах. А это картина тут такая. Написано. Семья Глушкова, Игоря и Галины. В свои лучшие годы. Благослови их, Господи. Видишь, семь ребятишек. Но теперь это так сделайте, чтобы бедно было. Считать не буду. Девять куплетов каждое стихотворение. Проведете медленно-медленно. А кому кажется быстро, курсором задевайте здесь. Оно остановится. Просчитайте и дальше. Где слово деревня встречается, я выбрал эти стихи. Как скажете, готово? А это вот самый дуб, его спилили. Это ветла такая. Я поставил там стол, сделал вокруг ограду. Мамбрийский дубом стали звать. Подобие мамбрийского дуба. А это Библия. На русском языке и на славянском. Стол, вода мы ставили. Кто мимо едет, может остановиться, напиться. Клали там конфеты, семечки. Что-то можно было. А это из храма выше. И как собрание маленькое на улице. Я там говорю, вон он стою. Ну и люди здесь. А это Камагориха. С этой стороны, видимо, смотреть. Пруд. Я так думаю, что здесь. Он называется лагерным. Похоже так, потому что деревьев много там нет. А это батюшка с сестрами. Здесь три сестры и там три. Это Ольга Симоненко. Это Елена Анатольевна Барабаш Литвинова. А это, повторяем, правильное крестное знамение и поклон. Ребятишки заходят. Я их останавливаю. Приходим в храм. Это храмовое крыльцо. Видишь как? Учили их. А там дальше видят плага. Там за этим. Хорошая получится. По полной программе берешь. То есть полностью заходила, чтобы. А это на Симаковском пруду. Здесь была у нас Анастасия, кажется, Никитина. Настя на коне. Это коровы заходили и пили. Но теперь мы это подняли все. Это, видишь, совсем маленькое. Это батюшка в Австралии был. Теперь он митрополит Иларион, за которым мы молимся. Ну и там это Иннокенин, кто есть. А это копны. Решили сфотографироваться. Это Юлия Третьякова. Вот Любовь Николаевна Потеева. Это ее дочка родная. Вот они все. Дети, люди, копны. Как облака. Храм и школа в одном здании. Вот с этой стороны храм заходить. А с той стороны школа. Вот так вот школа пополам. Та сторона будет. Дальше. Что-то очень приятное коснулось сердец и умилило братьев. Вот они стоят и улыбаются. Я так и сказал. Ну и посмотри. И скажите, что брать. Очень хорошо сделано. Я заранее могу сказать, я бы так не сделал. Хотя фотографии, стихи мои. Дальше я еще не знаю. Так. А вот теперь, это у нас была здесь Чернова, кажется, фамилия ее. Кажется, Ольга ее звать. С хлебом. А это перегораживаем воду, поднимаем уровни. Теперь воды больше, она падает. Кажется, на Камагорихе так сфотографировано. А это батюшкин дом. Двухэтажный. На втором этаже зимой молятся, чтобы не топить в храме. А это мы с батюшкой стоим. К нему при входе в дом. А это где они стоят, тут я не знаю. Это похороны. А? Похороны. Похороны. А. Ну, это вот Олег Тинин муж, он баптист. Анатолий Кузьмич. Хоронят кого-то. Ну, да. А это вокруг костра дети из лагеря Стана, по традиции, в пятницу. Ну, детям интересно. Видишь, как вылепились. Представь, раньше было у меня в среднем за лето 109. Со взрослыми 109. Это много. Это когда команда-то небольшая. Так медленно так проводишь, чтобы как бы по частям, как плывущие, чтобы были фотографии. Вот так. А вот сейчас посмотрим. Это я в Киргизии, Воронцовка, село. Это мой отец. Вот она у меня руки-то, видишь, докуда нету, под плечо. Тихон Дмитриевич. И Мария Егоровна, мать. Я с ними стою. А это у меня, не знаю, еще с какой-то. С документа. А? С какого-то документа. С документа какой-то. Военный билет, наверное. Я в гимнастерке. Военный билет. Это Виктор Николаевич. Похоже, в храм ведут. Идти по два человека. И тут кто-то привез много детей. Вон они скрываются. Сколько идут. А это родные наши. Вот это жена моего брата. Кто она будет мне? То есть ее муж, брат моему отцу. Степан Дмитриевич. А вот Тихон Дмитриевич. Это моя мама. Вот посмотри на них. Самая веселая. А это сестра моего отца. Пелагея Дмитриевна. Мельчакова. Тетки ваши. А? Тетки ваши. Тетка родная. А вот это вот. Шадрина, Лапкина, Надя. Ущица на учителя. Сравни, что сейчас есть. Не узнаешь. Артистка. Зубы показывает. Потеряева Евдокия Титовна. Правнучка. Основателя Потеряевки. Она Рыжкова. А теперь стихотворение можете показать. Медленно, медленно. То, чтобы крупно, но входило, чтобы буквы мимо не прошли. Ну, что можешь сказать об этом человеке? Красавец. Серьезно? У меня вот не было, как они, вот это было знание. Я все время учился. Пресов в армии идет. Я почти все политические системы мира изучил. И два иностранных языка за службу в армии. Меня никто не видел, чтобы я где-то гулял, ходил. Я страшно не любил это. И товарищей никогда таких близких не было. Они, которые были, они всегда чувствовали себя ниже. Приходилось объяснять. А я ни на кого не смотрел. Один у один. А это около нашего дома. Наш дом. Видимо, скамейку поставили, сфотографировал что-то их. Ты на мою маму посмотри, как она выглядит. Веселая. 12 детей было. 10 живых. Мария Егоровна, Ченарева. Три брата ушли на фронт, ни один не вернулся. Вот. Это вот околана Володиного дома. Бывший калашников. Это собаки кидаются. Ущит их. Это на кладбище отпевание идет, видимо. Это батюшка в воде. Он веселый. А это Зина Москова, которая там была. Виктор. А это, похоже, Костя Дмуха. Это большая картина. Запрячь лошадь, не просто в России. Говорит, долго запрягают, быстро едут. И вот, это брат у меня, Павел. Затягивает, засупонить. А это Володя. Анфима взял. Вон, лагерь наш, видать, где был лагерь. Коров пасет. А он помогает ему пасти. Видишь? А это я пишу стихотворение, как бы, про лошадь. А лошадь подходит и смотрит, правильно ты пишешь про меня или нет. Вот представь, какое доверие. Я уткнулся, и лошадь. Это не как-то там делают, сращивают снимки. Это натурально все. А тут котенок беленький. А это перекрывает крышу храма. Видишь, какие люди тут пришли. А это Алексей Владимирович Устинова, сын. И это, похоже, у него Варфоломей. Это он выставил там что-то такое. Когда в один деревне был, этот дьякор Чернов подошел. Квас-то. А? Квас. Квас. Ну вот квас. Дальше. А вот это вот сено. И там стоит, она была такая плотная. Там Марина, наверное, с Украины. И она наверху копная, Виталий ей сено подает, и как будто голову подвела. И кто-то написал, женщина с вилами, а ты в ногах ее. Так было ли кто-то написал? Я. Ну, значит, я. А это был у меня Яша. Вот, который играл, плакал. И как я его отучил плакать. А это Библия большая. Ему не удержать ее. Святая Библия на русском языке лежит на аналоге. Яша поднять ее пока не в силах. Давай. Женщина с вилами, а ты в ногах ее. Ой-ой-ой. И она такой вид у нее, как будто сейчас она его пришпилит и все. Она с дочерью приезжала. Разошлась там с мужем. Посмотри, как ты, кажется, снимешься. Вот. Смотри, какой. Ну, чтобы понятно было, что здесь. Я сейчас могу даже показать. 20, 40, 40, 60. Ну, почти 70 сантиметров. Ну, и здесь. 40, это 20, 35 примерно. А это Игорь, что-то занятия еще ведут. Поболелись. А смотри, сколько. На уроке библейской истории в лагере Станы преподаватель Игорь Добунов. Они не лежат, спят, натурально. Так что до них видно даже. А это, как-то он ему, племянник, назвали Тихоном его. И вот он гирю поднимает. А здесь мы около храма. Сколько людей тут фотографируют. Какой-то праздник был, может, престольный. А вот это после литургии сестры идут на пруд, на крещение. Впереди кто идет? Не Людмила? Людмила. А сзади не Мария, дочерь? А там Лиза идет. Лиза. Представь, какая трава. Все. Что говорит, деревня. А это Александр Павлович. Залез там на крышу. Из крыши. Это храм, это батюшкин дом. И захватил как. А это Игорев дом. Умел как он фотографировать. Теперь перекрытая крыша. А это идем по ягодам ходили. Много ребятишек было. Впереди идет Виктор Николаевич. Почему обувший, не знаю. Обычно босиком ходим. А это Галиндухин разговаривает. Это Фрося. А эти девчонки с собой, которые приехали. Отец Иоанн Суворов, давний друг всех нас. Вот он стоит из города Тула. А это батюшка, когда храмишь. А здесь сестра Валентина Устинова, Лапкина. С внуком Степой. А там Надежда Васильевна еще-то. Ну и медленно-медленно снимайте, чтобы считать можно было. Делайте так, что на всю нашу стронку, на весь экран разворачивало вот это. Я показал, что хотел. А тут вот представьте, сколько это тополя. А вот это березовые колки, где находятся. Там чудо какое. Тут грибы, там ягоды есть, все. Вот так, Игорь, даже дальше идешь, и там малины много. Это мы сегодня, если я не ошибаюсь, это 16 мая 2021 года. Мы стоим здесь, в нашем храме в Барнауле. Вот это батюшкин дом. И храмовые, вон, два, видать. Огни, как красивые. А это Никита Андреевич Колесников у русской печи. А здесь Виктор Николаевич. Дрова, представь себе, стоит стройный. А это семья баптистов. Муж, жена, ребенок и жена беременная. А то вот батюшка в воде вот так крестят. Видно, с него вода стекает. А здесь вот разбор происшествий перед каждой трапезой. Вот люди приехали. Это Андрюсенко Александр. Это Степаненко Максим. Ну тут, кого, может, не знаю, с трус. Люди приехали. Я перед ними тут. Я на больше никогда не претендовал, кроме того, что у меня было. Что дайте я займу где-то время или место. Никогда. А это палатку сушить надо было. А ветер ее надул. А вот у печи кто-то сидит там. Не Володя? Володя. Чугуны тут все собирается. Вот две русские печи. И тут вот это. Это под ними идет огонь. Голландка. А это Павлу овечку там что-то заболело везут. Это Володя везде успевает. А это на улице. На Новый год, что ли, приехали люди. Храм. Вот как выглядел он. А здесь благословение от орбита Алкальского Сергия Иванникова. Престольный праздник. Вот он. О, да это я перед ним. А там эти осаки им видать. Это все же не игрушка. Первый мостик, так называется. Сделать подобие горной реки. Вода тещет. Как думал. Как? Мост не выдерживает. Тогда решил как? А именно сделать булыжниками. Как вода в горах перетекает и все. И сколько лет уже стоит. А там сваи. Все затянуто. Ну и снимите стихотворение. Я вам написал 11 мая 2002 года. Игла. Игнатий Ла Лапкин. Как только закончите, мне скажете. А это Лиза. Сестренку свою. Анфису везет. Напротив вот этот домик, где я живу, называется Скворечник. Это мой домик. А это Анфиса среди пшеницы стоит. Сама как пшениченко. А это вот как раз Устинова. Это вот Андреев дом, видать, здесь. А это Владимир. А это мы шалаш делаем. Много делов было. Веток сколько надо было. Соки. Это староста Потеряевского общего. Игорь Барабаш с семейством. 1996 год. Это вышла замуж уже в Томске. Это щенки у них. А это Терентий тоже женился. Потеряевке остался. Это закончил медицинский университет. А это Алтайский государственный технический университет. Это у колодца Владимира Пащенко. Построен Калашниковым. У колодца столпились. И опять Галя здесь. Какой снимок взятый. А это трехтомник Нового Завета. Это Василиса. Эти девчонки, я даже не знаю, Анфиса. Держат книги. Это батюшка в храме. Ну, видишь, как. Это вот икона Анфима Некомедийского. Это батюшка дома. Что он делает там? Похоже, отбивает косу. Отбивает, то есть, разморжить. Железо. Это Алексей Владимирович Устинов. На своем доме из бревен показано стоит. Красивый у него дом. Заготовка хвороста для костра в пятницу. О как. Сергей Павлович с ними. А здесь епискот Максим Дмитриев. Московский патриархат со священством и хористами в Потеряевке. Многих он привез с собой. Отношения были очень трудные с ним. А под конец патриарх сильно нажал на него, чтобы примирился. Не примирился, а нас затащить. Но мы никуда не двинулись. Прежние остались при прежнем статусе, зарубежной статусе, только мы, две общины. А остальные разбились, которые не вошли в патриархию на 13 юрисдикции. Считай, вот это вот. Делать так крупно, чтобы вот эти краями в это ваше там входило. Вот так. Я не пойму каждый раз. Мне кажется, что тут два листа. Один. Настолько толстая бумага. Так добротно сделано. Где ты их нашла таких людей? Ну и они-то делали, тоже смотрели. Господь Бог помог. Да, конечно. А это Серафима Гавриловна Плотникова в Потеряевке. Она не хотела фотографироваться никогда. Как увидит фотографироваться, сатана. А тут я с ней только один раз переговорил. Я говорю, ну-ка дай-ка наставление девочкам подвел. А потом мальчиков. И она им все это рассказала. Как себя беречь надо, то другое. Это Андрей стоит. А это староста Игорь Александрович Барабаш с лестницей. Строитель. Ну а это, что тут, с какой стороны, сейчас я скажу. Балерина. Балерина, вот видать, справа. Это скворечник. Ага. Это с крыши Володиного дома. С его крыши. А это Надежда Васильевна домик. На крышу я залез, оттуда чакнул. А это что-то они с мотором разбирались. Это Плотников. Его, как звать-то? Дмитрий Устинович. Ну вот эти Глушковские сидят на занятиях. На занятиях по изучению Святой Библии всегда много вопросов. Добрый пастырь и ручьи овцы на заколение. С каким смыслом, батюшка? Вот это хорошо сфотографируйте. А это Игорь, этот, Глушков, Игорь Валентинович. А это его сын. Анфим. Батюшка с овцами подходит. Сейчас нету. Все ушли. А это более ранние снимки. Это я был в Новосибирске, когда. Вот, на квартире. Там эта икона, она сейчас у нас здесь в храме. Это я сижу, Библия большая. Это сестра Ирина. Это сестра Марфа. Это Валентина. 16 лет ей. И Надежда Васильевна. А это, смотри, раз, два, три, четыре. Четыре лодки. Это там, где пирс был. Он, видать, где храм. Это вот купа здесь деревьев, ветла. И тут я плыву, кажется. А это лагерь с вышки так выглядел наш. Вот мы затягивали все. А это вот рукоходы сделанные. Там качели большие, тарзанки. А это уже штукатуренная из досок. А это семейство дяди. У меня Тихон Дмитриевич, это Степан Дмитриевич. Умный был человек. Он нас как бы в церковь православную, где есть священство научил. Старобрядца, белокринитского согласия. Это его сын Иван. Это Василий. Иван был ровесник Самуилу с 34-го года. Василий с 38-го, я с 39-го. А это, наверное, с 41-го Варвара его же. А это Мавра. Она лет 5 прожила и умерла. А это Анастасия, его жена. А это, там тетка Палагея сидит. Это двоюродная сестра моя, Настя, Анастасия. А это Агафья, его же жена. А это Марфа, его жена, говорю, сестра. А это ее сын Анатолий, маленький. А там портрет Сталина. Потеряевки снимали. Евдокия Титовна Потеряева с мужем Иваном Нефантьевичем. Представь, Титовна, Нефантьевич. А это у него на работе. Он работал, отлетел гвоздь и выбил глаз. И он его привезен в Потеряевке, похоронен. И она жила, кажется, столько она пережила. 103 года, что ли, жила. У них все было, Дерешковский пруд, и это все сих названы. А это вот из нашего домика вышли, накачали лодки и отправились кататься. А это Нина Васильевна, Надина сестра. Это Павел, виноватый. Там по одному делу был, рядом топор лежит, вот он воткнутый. Ну, топором, говорит, не будем голову рубить, а палкой-то я тебя огрею за это дело. Вот она. Ну, это постановочный такой. А это занятия идут в Потеряевке. Кто ведет, не видно? Вот он, батюшка, ведет. А это люди. А это Любовь Фатеева. Пасет коров, снимает Володя Пащенко. Вот она. Любовь Фатеева. Мне кажется, два диплома с красных. А это мама Игнатия Мария Егоровна Лапкина, Щунарева. Три брата ушли у ней на фронт, маминой, моей дядей, а ни один не вернулся. Вот это сделайте, чтобы видно было. Не отсвечивает? Угу. А? Нет. Ну, будем проверять. Иначе снова запишут. Смотрите, скажите когда. Не торопитесь только. А это Виктор Николаевич делает гимнастику. Вот это вот пекарня. А это там, где одежду сушат, теннис настольный. А это петухи потеряевские. Дьяконов, петух и батюшкин дерутся. А эти смотрят представления. А это Голубятник, номер один, называется, ну, прямо возле моего дома стоит. И Люба гонит гусей. Я снимаю. А это Никите Давары, дом Павлов. Он ехал. Это вот Устиновы там живут. А это Игорь Барабаш. А это Малютина была дочка. А это вот была она, Сидоренко, что ли. На улице лунная соната играла в исполнении Анны. Ишь, играют. Батюшка слушает ребятишки. На улицу рояль вытащили. Его куда-то переносить, что ли, надо было. Чтоб на улице играли, это тоже время надо. А это работники, наверное, у батюшки работали, я сфотографировал. Перекрывали крышу. Вот батюшка. Это работник какой-то от Романа Устинов, Иосиф Устинов, Андрей Устинов, Владимир Пащенко. А это вот, с обратно, это Углярка, там скворечник, где я живу. Это мои скворечники. У меня в саду было, в Отцовом, 123 скворечника. Вообрази. И везде были варенок был, огнетушитель, чугун. Ну, все. И все-то надо обделать, чтобы он вылазить мог оттуда. А то Виктор Николаевич Савченко стоит. А то сейчас таким взял, не знаю, лук, что ли, дает им. Они не хотят его есть. А это весной, как выглядит. Это тоже с голубей от нее. А вот сестра Серафима встречает нас в поле. Мы ехали, она там, что, не знаю. День рождения отца Акима, 22 сентября. Отметили возле костра. Кто снимает, не знает. Потому что я вон он нахожусь. Считайте. Медленно, чтобы прочитать можно было. А это старые снимки. Батюшка стоит. Нянь Нила Александровна Глушкова. А это Витя. Искупался. В проруби купался. Закаленный. А вот, когда отстроили, то крыши не было, то уже сейчас отстроили. А вот так вот было до этих вот. Потом мы доложили, кирпич привезли. Батюшка все ложил. И вот здесь вот, это школа. Окна школы. А это Надежда Васильевна с детьми ведет занятия. Рты-то раскрыли. Выросли все. А это дьякон Евгения раздувает кадила на берегу при крещении. Глушковый игр с младенцем своим Анфимом. Посмотри, как. 30 января 2009 года. Я бы прочитал, но не вижу. И оно маленько так. Надо было жирным сделать. Жирным она бы, может, и не вошла в строчку. Так, смотри. Все время мне кажется, что тут есть что-то. Нету ничего. Тут есть. Может быть, и промахнул что-то. Это рождественские у них тут. Игры всякие. Это телефон международный. На Игоревом доме. А это первый дом, который сама на батюшка сделал. А это уже на том месте баню убрали. Иосиф первый был. Получилось, что он его продал. Стал строить другой. А это Роспотребнадзор. Приехали. Полиция, то-другое. Вот Галина Загуляева, как экскурсовод, их проводит. Все в прошлом. Это журналисты в костях. Платье помешало Наталье Сохаревой. Замотало. Это Каспришин Андрей Николаевич. А один стоит, смотрит. Я, когда она упала, я подошел. Она лежит, не встать еще не может. Он ее вызволяет. Это Диакон Евгений Щук переводит глухонемой матери Валентине проповедь. Она была в общине. Но она ушла. Тут появился священник, который службу показывает пальцами. Я говорю, а ты почему упала-то? Не знаю. Я говорю, на святое сиденье грешно село. Вот и все. Выпускайте. Она хорошая. А это мы с батюшкой на церковном крыльце стоим. А это Николай Крущина, Володя и еще кто-то. Тут Коля дрова у батюшки. А это костер. Где яма такая. Какой дом там был или что, не знаю. И тень с той стороны. Так, сейчас я определю. С той стороны. Эта фотография была сделана с утра. С левой, поэтому оттуда и светил. Ну да. Раннее утро. А это какая-то у них рождественская там загадки дают, что делать. Это Адмуха Костя и Андрей Кристина. А это Коршуненок Коря стал совсем взрослым в лагере Стани. На руку садиться. Куда бы я ни пошел, он за мной. И последний вечер в его жизни, мы с ним играли так долго. Он за мной гонялся и кликотал. Клик-лик-лик-лик-лик-лик-лик-лик. И мы вмолились. Дождик был сыро. И он полетел за грачами. И когда возвращался, провода на повороте близко друг к другу. Он клик-лик-лик-лик-лик-лик-лик-лик-лик-лик. И, видимо, замкнуло, его током убило. В день жен мироносец, святы от братьев. Потеряевским женам. И, главное, семь. Семерка. И видно все. Вот это стихотворение тоже отпечатайте. Вот так. А это так. Порядок такой. Холодно было я в пиржаке. Татьяна Капустина. Это Ливия. Загуляева. Щашку должен обрезать. Это кусочком. И потом поднять ее дежурному. Пусто. Дежурный-то махет рукой, тогда он ее прокинет. А это первая была земляная крыша от него. Землянка такая. А это у нее там инструмент хранится синий. А это Сергей Павлович. С собаками возят. И реметишки легли. А чем бы хуже их. Он командует ими. А вот костер на костре. Так, сумрак, видишь как. Вот он я иду там. Костер и картошка по пятницам. Когда нет дождя. А кто решал, какой крупный сделать? На весь лист, а кто на четыре? Ваша милость. Хорошо получилось. Я бы так не сделал. А вот смотри. Крещение идет. Батюшка заходит, чтобы не упасть. Это все где приготовить. И Виктор тоже в воде снимает. Это кажется, я из Баптиста приходил. А это вот самое, ну, наверное, один голубятник. Голуби у меня вылетели. Видишь, сколько сидит. Было четыре или шесть пород у меня разных. Колонок пробрался. Виктор зашел утром. Тридцать пять, что ли, все до одного мертвые. Крылья распахнутые. Он их не съедает, просто душит и душит. Кровожадные. А это по деревне весной так вода шла. Как озеро какое. А это голубятник моя. А это Андрей. Это жена его, Ирина. А это дочь. Виктор Савченко и Никита Колесников при крещении. То есть другие там крестятся. А здесь день лагеря Стана. Канун пророку Ильи. Пятнадцать комиссий за лето было краевых. И последняя попала на этот. Мы отстояли себя и включили. Теперь день сделали праздником. Он и так памятный день. Вот так. Ну давай смотри здесь. Я не могу разлепить. А это подсаживает Ливию на вот этот. А это лагерь видать. Сено, тюки. А это столпились. Вот Ангелины Устиновой. Заглядывает. А это вот у нас тут было чисто так. Тогда это все пришлось размонтировать с гнила. Это раздевалки две. Скамейки, пирс. И там специально опускаться. И с этой ногой лезут. Экскурсия ко мне на голубятню. Вторая голубятня. Галина Загуляева. Молитва с воздеянием рук без гнева и сомнения. Ну кого-то ты знаешь, кого-то не знаешь. А это, значит, родительская суббота. Наверное, на кладбище. Это Сохарева самая на велосипеде запуталась. Сидим мы на улице разговариваем. Детенок белый. Дети в храме. Это храмы. Вот заходите отсюда. С той стороны. Батюшка Яким освящает осенние плоды. А это осмотр кельи важными и строгими недругами. Полиция. Сделать стихотворение видным. Ты оставил меня, говорит Господь. Поэтому я простру на тебя руку мою и погублю тебя. Я устал миловать. Я не знаю, кто это писал. Обычно Надежда пишет. А это Алексей Устинов. Я говорю, читай. А я дальше растолковываю. Были времена такие хорошие. А это наши сестры стоят. Вот как они одеты. Это Нина Жолнирова. А это дежурить оставили. Ивана. Он женился в этом. Камень на обе. Ермоленко. Отец Павел. Его сын. Это тут или тесто, или что. А тут столпились. Лагерная. Девчонка. Насекне что-то ребята приставали. Это рояль из кустов. Для шести братьев. Нелегкая ноша. Еще оно такое тяжелое. Креща. Креща. Тарабожий. Вячеслав Семенов. 7 июля. Считай. Делать так, как бегущая строка. С Алексеем снимок какой хороший. У Вячеслава еще лучше. Это в храме. Это владыка. Вот это в серьги. Отец Аким. Люди. Вон два гнезала сточинные. А это батюшка под водой кого-то там держит. Видно. А это видите забрался. Куда? Четвертый этаж. Вот это первый этаж. Вот второй. Тут люди. Третий. Четвертый. А он даже на пятый залез. Смотреть так. А на самом деле там прочно все. И кто-то его снимает еще. А он там поет с гитарой. Смотришь как. А тут показано Павел. Ей в деревне написано не больше пяти километров. А это как раз Иван. Вот здесь. Дети. У Кала лагеря фотография сделана. Она еще не значит такая. Просто лагерная и все. По какому событию, что не знаю. Все. 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 Это около школы на скамеечке сидят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь сестричек. И два брата. Вот представьте, как одет. У старообрядцев у нас не замужем. Пол головы открытая. Откуда взяли это? У нас на руках даже младенец, чтобы был закрытый полностью. Вот она как. Ни одной волосинки не видно. И везде что-то выдумывает. А почему? Она не замужем. Я говорю, она не вышла, не замужем. Вообще не вышла. Ей 60 лет. Так и будет она? Или если... Она там какая? Откуда? И когда ей надевать этот платок-то полностью? А вот она теперь. И никак не придерешься. Женский пол мужской. И вот смотри, какая это... Я не знаю, как это назвать. А, вот еще наши ресурсы. Самое лучшее с нами связаться, это скайп. А скайп пятиклассники устанавливают за 5 минут. И зарядить по-русски. Игнатий Лапкин по-русски. С пробелом. И сразу на меня звонок. И тогда я все ресурсы скидываю даром. Ресурсы очень большие. Только на одном канале у меня 20 на 1900 роликов. 60 миллионов просмотров. Ну, а все, тогда я благодарю вас. Помогли. Можешь оставить, можешь забрать. Спаси Христос. Слава Божию. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова До новых встреч. Продолжение следует...